Друзья, всем привет! На этом канале я уже многократно говорил, что чтобы заговорить свободно на иностранном языке, вам в первую очередь нужны глаголы. Много разговорных глаголов и уметь, соответственно, ими пользоваться, правильно их спрягать. Ich mache, du machst, er macht. И сегодня я как раз подготовил для вас 157 самых важных глаголов на каждый день, как вы видите на экране и на обложке. Почему такое странное число? 157. На самом деле можно было сделать 100 или 200, но я взял разные-разные списки самых популярных и необходимых глаголов и на свой взгляд, на свой 15-летний опыт преподавания выбрал 157 самых важных, просто необходимых. Второй особенностью сегодняшнего видео будет то, что все глаголы у нас будут с переводом, с примерами и в настоящем, и в прошедшем времени. Кроме того, я буду оставлять вам паузу для повторения, чтобы вы сразу могли это на практике пробовать и запоминать таким образом намного лучше и просто правильнее. Итак, поехали. Я читаю глагол, перевожу его. Затем я читаю предложение на немецком и оставляю вам паузу для повторения. Это нужно делать обязательно, если вы хотите запоминать глаголы, а не просто уметь их понимать. Если вы хотите их использовать, научиться, обязательно повторяйте. И затем вы услышите перевод правильный предложение. Забирать кого-то, либо заходить за кем-то. Я заберу тебя в три. Также это можно забрать, допустим, какую-то сумку. Я забрал мою сумку. Меняться. Он меняется очень быстро. Он очень быстро изменился. Что касается глаголов с отделяемыми приставками или возвратных. На каждую эту тему отдельный грамматический подробный урок. Если вы эти темы не понимаете, не проходили, спрашивайте в комментариях и получите подробнейший урок по теме. Сегодня только практика. Начинать. Ich fange heute an. Я начинаю сегодня. Ich habe gestern angefangen. Я начал вчера. Ankommen. Прибывать. Wir kommen morgen an. Мы прибудем завтра. Wir sind gestern Abend angekommen. Мы вчера вечером прибыли. И ankommen и kommen в принципе это практически одно и то же. То есть kommen это как пребывать, а ankommen это как прибыть. Но немцы его любят больше, чем kommen. Вот в такой конструкции, как здесь. А kommen, пожалуй, используется в основном, что ich komme aus и называем какую-то страну. Особенно в прошедшем времени немцы всегда говорят именно таким образом. Так что привыкаем. Anrufen. Звонить. Ich rufe meinen Bruder an. Я звоню моему брату. Ich habe gestern meinen Bruder angerufen. Я вчера звонил моему брату. Antworten. Отвечать. Ich antworte immer richtig. Я отвечаю всегда правильно. Früher habe ich immer falsch geantwortet. Раньше я всегда отвечал неправильно. Sich anziehen. Одеваться. Ich zie mich schnell an. Я одеваюсь быстро. Ich habe mich schnell angezogen. Я быстро оделся. Arbeiten. Работать. Здесь потренируйтесь, обязательно ударение. Многие говорят даже на уровне B1 arbeiten. Это криво звучит по-немецки. Arbeiten. В какой бы форме он ни стоял. То есть первый пример. Ich arbeite jetzt nicht so viel. Я работаю сейчас не так много. Früher habe ich sehr viel gearbeitet. Ich ärger mich nicht so oft. Ich ärger mich nicht so oft. Früher habe ich mich öfter geärgert. Раньше я зрился чаще. Aufhören. Заканчивать или даже скорее прекращать. Jetzt hören wir auf. Сейчас мы прекратим это делать. Или просто сейчас мы закончим. Wir haben gestern schon aufgehört. Мы вчера уже закончили. Aufmachen. Открывать. Ich mache die Tür auf. Я открываю дверь. Ich habe die Tür schon aufgemacht. Я уже открыл дверь. Aufpassen. Следить за чем-то или за кем-то. Или просто, кстати, быть внимательным. Как в этих примерах. Ich passe immer auf. Я всегда внимательным. Ich habe immer aufgepasst. Я был всегда внимательным. Aufräumen. Убираться, прибираться. Ich räume meine Wohnung auf. Я прибираю мою квартиру. Ich habe gestern meine Wohnung aufgeräumt. Я вчера прибрал мою квартиру. Aufstehen. Вставать. Ich stehe immer früh auf. Я всегда встаю rana. Früher bin ich immer spät aufgestanden. Раньше я всегда вставал поздно. Повторю, что все грамматические моменты, почему aufgestanden, как превратилось это слово в такое, почему здесь bin, а не habe, я объясняю в грамматических уроках. Ты выглядишь в отличной форме. По-русски не очень звучит, но fit – очень классное слово. Это быть в хорошей форме, как физически, так и ментально, морально. Выходить из транспорта, высаживаться. Ich steige aus dem Auto aus. Я выхожу из машины. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen. Я вышел из машины. Sich ausziehen. Раздеваться. Ich ziehe mich aus. Я раздеваюсь. Ich habe mich ausgezogen. Я разделся. Baden – купаться. Mein Sohn badet immer sehr gerne. Мой сын купается всегда, охотно. Mein Sohn hat früher immer gerne gebadet. Мой сын раньше всегда, охотно, купался. Bedeuten – значить, означать. Was bedeuten deine Worte? Что значат твои слова? Was haben deine Worte bedeutet? Что твои слова означали или значили? Кстати, почему Worte, а не Wörter? Как раз такие нюансы я тоже разбираю, уже разобрал в шорте. Beginnen – начинать так же. Wann beginnt dein training? Когда начинается твоя тренировка? Wann hat dein training begonnen? Когда началась твоя тренировка? И, кстати, разница между anfangen и beginnen, ее я разбирал только что в шорте на моем канале. Так что главная страница, вкладка Shorts, смотрим и понимаем, что все не так уж сложно. Bekommen – получать. Wann bekommst du dein dipplom? Когда ты получишь свой диплом. Wann hast du dein dipplom bekommen? Когда ты получил свой диплом? Benutzen – использовать. Tu benutzt immer dieses Wörterbuch. Ты используешь всегда этот словарь. Ты раньше всегда эту книгу использовал. Besichtigен – осматривать. Не путать с besuchen. Посещать. Ich besichtige diese Stadt. Я осматриваю этот город. Ich habe diese Stadt schon besichtigt. Я уже осмотрел этот город. Bestellen. Заказывать. Ich bestelle dieses Buch für dich. Я закажу эту книгу для тебя. Ich habe dieses Buch für dich bestellt. Я заказал эту книгу для тебя. Bezahlen. Оплачивать. Wer bezahlt die Rechnung? Кто оплачивает счет? Wer hat die Rechnung bezahlt? Кто оплатил счет? Besuchen. Посещать. Ich besuche meine Oma selten. Я посещаю мою бабушку редко. Früher habe ich meine Oma öfter besucht. Раньше я мою бабушку часто посещал. П bitten. Просить. Ich bitte dich um Hilfe. Я прошу тебя о помощи. Ich habe dich um Hilfe gebeten. Я попросил тебя о помощи. Bleiben. Оставаться. Ich bleibe am Wochenende zu Hause. Я на выходных останусь дома. Am Wochenende bin ich zu Hause geblieben. На выходных я остался дома. Brauchen. Нуждаться. Ich brauche deine Hilfe. Мне нужна твоя помощь. Или дословно Я нуждаюсь твоя помощь. Поэтому мы нормальным языком говорим Мне нужна. Ich habe gestern deine Hilfe gebraucht. Мне вчера нужна была твоя помощь. Bringen. Приносить. Ich bringe meinen Sohn in die Schule. Я отвожу моего сына в школу. Bringen. Приносить. И еще, кстати, отводить. Кого-то куда-то. Отводить. За ручку. Или отвозить на машине. В таком смысле. Ich habe meinen Sohn in die Schule gebracht. Я отвел. Отвез. Моего сына в школу. Bringen. Bringen. Ich buche für uns ein Hotel. Ich habe für uns ein Hotel gebucht. Ich habe für uns ein Hotel gebucht. Danken. Благодарить. Ich danke meinem Vater. Я благодарю моего отца. Ich habe gestern meinem Vater gedankt. Я вчера поблагодарил моего отца. Как вы заметили, здесь у нас dativ. То есть по-немецки мы говорим Я благодарил моему отцу. В настоящее время не благодарю. Почему и как это работает, опять же, в отдельном грамматическом уроке. Как долго длится твой урок? Твое занятие. Wie lange hat dein Unterricht gedauert? Как долго длился твой урок? Кстати, будьте внимательны. Многие не знают, но Unterricht занятие, это как бы собирательное, как Obst, Fructe, да? В единственном числе das Obst, но это Fructe. И Unterricht, der Unterricht, это может быть как и один урок, одно занятие, так и несколько уроков собирательно вместе, это все равно der Unterricht. Ребенок может сказать Heute habe ich Unterricht. Это значит, сегодня у меня занятие я. В этом случае, как правило, без артикля говорят, потому что с артиклем будет Heute habe ich einen Unterricht. И Unterrichte, это абсолютно неграмотно, неправильно. Денкен, думать. Ich denke immer nur an dich. Я думаю всегда только о тебе. Ich habe immer nur an dich gedacht. Я всегда только о тебе думал. Duschen, принимать душ. Ich dusche dreimal pro Woche. Я принимаю душ три раза в неделю. Früher habe ich jeden Tag geduscht. Раньше я принимал душ каждый день. И Duschen, такой странный глагол, он может быть и обычным, как здесь, и возвратным. И разницы в переводе не будет. То есть и так, и так используется. Можно сказать Ich dusche mich dreimal pro Woche. Einkaufen. Закупаться, делать покупки. Wo kaufst du ein? Где ты закупаешься? Wo hast du gestern eingekauft? Где ты вчера закупался, дел покупки? Einladen. Приглашать. Ich lade alle meine Freunde ein. Я приглашаю всех моих друзей. Ich habe alle meine Freunde eingeladen. Я пригласил всех моих друзей. Einsteigen. Садиться куда-то в транспорт. Wir steigen in den Zug ein. Мы садимся в поезд. И, кстати, если где-то встретите такое же предложение, но без ein, это разговорная версия. То есть в разговорном языке иногда убирают приставки. Приставку типа и так по смыслу. Понятно, зачем еще приставку. Но это только с некоторыми, немногими глаголами так действует. В основном, если приставка отделяемая есть, она обязательно в конце должна звучать даже в разговорной речи. И в прошедшем времени Wir sind in den Zug eingestiegen. Мы сели на поезд. Sich entschuldigen. Извиняться. Ich entschuldige mich für die Störung. Я извиняюсь за помеху или за беспокойство. За беспокойство лучше. Кстати, Stören глагол, не помню, будет он там ниже или нет, по-моему, будет. Это и мешать, и беспокоиться. Два значения одного слова. Ich habe mich für die Störung entschuldigt. Я извинился за беспокойство. Erklären. Объяснять. Ich erkläre dir die Regeln. Я объясняю тебе правила. Ich habe dir die Regeln erklärt. Erzählen. Я объясняю тебе правила. Erzählen. 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 Я ел два раза в день. Ехать. Я завтра еду в Германию. Я вчера ездил в Германию. Падать. Ребенок падает с дерева. Ребенок упал с дерева. Не хватать, отсутствовать. Мне тебя не хватает. Мне тебя не хватало. Праздновать. Мы празднуем каждые выходные. Мы раньше каждые выходные праздновали. Смотреть телевизор. Я смотрю по вечерам телевизор. Я раньше по вечерам смотрел телевизор. ФИНДЕН, НАХАДИТЬ. Я не нашел мой ключ. ФЛИГЕН, ЛЕТАТЬ. Я ЛЕТАЮ НЕ ОХОТНОМ НА САМОЛЁТЕ. Я ЛЕТАЮ НЕ ОХОТНОМ НА САМОЛЁТЕ. Я НЕ ОХОТНО ЛЕТАЛ НА САМОЛЁТЕ. ФРАГЕН, СПРАШИВАТЬ. Я спрашиваю МАЙЮ СЕСТРУ. Я спрашиваю МАЙЮ СЕСТРУ. Я спрашиваю МАЙЮ СЕСТРУ. СИХ ФРОЕН, РАДОВАТЬСЯ. Я РАДОЮСЬ КАЖДЫ ДЕНЬ. Я ВТЕ ВРЕМЕНА РАДОВАЛСЯ КАЖДЫ ДЕНЬ. ФРЮСТЮКЕН, ЗАВТРАКАТЬ. Я НЕ ЗАВТРАКАЮ. Я РАДОВАТЬСЯ. ГЕФРЮСТЮКТ. Я РАДОВАТЬСЯ. МИ ЗАВТРАКАУ. СИХ ФЮЛЕН. ЧУСТУВУЮ СЕБЯ. Я ФЮЛ МИХ СУПАР. Я ЧУСТУЮ СЕБЯ ОТЛИЧНО. Я ХАБЫ МИХ ГЕСТРАН НИТСО ГУТ ГЕФЮЛЬТ. Я ВЧЕРА СЕБЯ НИТАК ХРАШО ЧУСТУВУ. ГЕБЕН. ДАВАТЬ. Я ГЕБЕ ДИР МИН АУТО. Я ДАЮ ТЕБЯ СВАЮ МАШИНУ. ИХ ХАБЫ ДИР МАЙ АУТО ГЕГИБЕН. Я ДАЛ ТЕБЯ СВАЮ МАШИНУ. ГЕФАЛЕН. НРАВИТСЯ. МАЯ МАШИНУ НРАВИТСЯ МНЕ. МАЯ МАШИНУ МНЕ РАНШИ НЕ НРАВИТСЯ МНЕ. ГЕЮН ИТТИ ХОДИТЬ. ИХ ГЕЕ НИЧТ ИНС КИНО. Я НЕ ИДУ В КИНО. ЛИБО ТАКЖЕ Я НЕ ХАЖУ В КИНО. ФРЮЯ БИН ИХ ГЕРНО ИНС КИНО ГЕГАННИ. Раньше я с удовольствием ходил в кино. ГЕХЮРЕН. ПРИНАДЛЕЖАТЬ. ДИЗЕ ВОНУНГ ГЕХЮРТ МИЯ. ЭТА КВАРТИРА ПРИНАЛЕЖИТ МНЕ. ДИЗЕ ВОНУНГ ХАТ ФРЮЯ МИЯ ГЕХЮРТ. ЭТА КВАРТИРА РАНЬШЕ МНЕ ПРИНАДЛЕЖАЛА. ГЕВИНН. ВЫИГРЫВАТЬ ПОБЕЖДАТЬ. БАЙАН МЮНХИН ГЕВИНТ ИМА. БАВАРИЯ МЮНХИН ПОБЕЖДАЕТ ВСЕГДА. БАЙАН МЮНХИН ХАТ ФРЮЯ ИМА ГЕВОНН. БАВАРИЯ МЮНХИН РАНЬШЕ ВСЕГДА ПОБЕЖДАЛА. ГЛАУБЕН. ВЕРИТЬ. ВАРУМ ГЛАУБСТУ МЯ НИЧТ? ПОЧЕМУ ТЫ МНЕ ВЕРИШЬ? ВАРУМ ХАСТУ МЯ НИЧГЛАУБТ? ПОЧЕМУ ТЫ МНЕ НЕ ПОВЕРИЛ. ГРИЛЕН. ГРИЛИТЬ, ТО ЕСТЬ, ЧТО-ТО ГОТОВИТЬ НА ГРИЛЕ. ВИА ГРИЛЕН ЕДЕС ВОХАНЕНДЕ. ВЫ ЖАРИМ ЧТО-НИБУДЬ НА ГРИЛЕ КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ. ФРЮЯ ХАМН ВИА НИЧТ ЗО ОВТ ГЕГРИЛТ. РАНЬШЕ МЫ НЕ ТАК ЧАСТО ГРИЛИЛИ. ВИСЯТЬ, ВИСЯТЬ. ИЛИ, КСТАТИ, ВЕШИТЬ. Я ВЕШУЮ МОЮ ПАЛЬТО В ШКАФ. Я ПОВЕСИЛ МОЮ ПАЛЬТО В ШКАФ. ИЛИ, ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ, ОДНО СЛОВО. Я ЖЕНЮСЬ НА МОЙЕ СТАРОЙ ПОДРУГЕ. Я ЖЕНИЛСЯ НА МОЙЕ СТАРОЙ ПОДРУГЕ. ХЕЛФЕН, ПОМОГАТЬ. Я ТЕБЕ НЕ ПОМОГУ. Я ТЕБЕ НЕ ПОМОГ. НЕСТИ. СИНОНИМ БРИННЕМ, В ПРИНЦИПИ, БОЛЕЕ РАЗГОВОРНОЕ СЛОВО. Я ПРИНЕСУ ПИВО. Артикля нет, потому что как бы в целом пиво непонятно сколько его собирательное. Я принес пиво. СЛУШАТЬ, ТОЧНЕЕ СЛЫШАТЬ. Я ТЕБЕ НЕ СЛЫШУ. Я ТЕБЕ НЕ СЛЫШУ. Я ТЕБЕ НЕ СЛЫШАЛ. СИХ ИНТЕРЕСИРЕН. ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ. Я НЕ ИНТЕРЕСУЮСЬ ФУТБОЛОМ. ФРЮЯ ХАБЫ ИХ МИХ ФЮСПОЛ ИНТЕРЕСИЮТ. РАНЩЕ Я ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ФУТБОЛОМ. КАУФЕН, ПОКУПАТЬ. Я ПОКУПАЮ СЕБЕ НОВУЮ МАШИНУ. Я КУПИЛ СЕБЕ НОВУЮ МАШИНУ. КАННЕН, ЗНАТЬ. ИХ КЕННЕ ИН НИЧТЬ. Я ЕГО НЕ ЗНАЮ. ИХ ХАБЫ ИН ФРЮЯ НИЧТ ГЕКАНТ. Я ЕГО РАНЩЕ НЕ ЗНАЛ. А также вы знаете, есть глагол ВИССНЬ, ЗНАТЬ, И КАННЕН, ЗНАТЬ. Подробнее об этом отдельное видео. КАННЕН ЛЕРНЕН, ЗНАКОМИТСЯ. ИХ ЛЕРНЕ МАЙНЕН ЛЕРА КЕННЕН. Я ЗНАКОМЛЮСЬ С МОИМ УЧИТЕЛЕМ. ИХ ХАБЫ ГЕСТРАН МАЙНЕН ЛЕРА КЕННЕН ГЕЛЕРНТ. Я ВЧЕРА ПОЗНАКОМИЛСЯ С МОИМ УЧИТЕЛЕМ. Здесь, кстати, двойная норма. Можно писать как здесь, слитно. Можно писать раздельно. КОХН. ГОТОВИТЬ. Или ВАРИТЬ. ИХ КОХЕ ДИ АЯР. Я ВАРЮ ЯЙЦА. ИХ ХАБЫ ХОЙТЕ МОГЕН АЯ ГЕКОХТ. Я СЕГОДНЯ УТРАМ ВАРИЛ ЯЙЦА. КОММЕН. Приходить. Прибывать. ИХ КОМА УС БЕРЛИН. ПО ФАКТУ Я ИЗ БЕРЛИНА. Я ПРИБЫВАЮ ИЗ БЕРЛИНА ДОСЛОВНО, НО ПРОСТО Я ИЗ БЕРЛИНА. ИХ БИН АУС БЕРЛИН ГЕКОМН. Я ПРИБЫЛ ИЗ БЕРЛИНА. КОРРИГИРИН. ПОПРАВЛЯТЬ ИСПРАВЛЯТЬ. Учитель поправляет меня всегда. Учитель меня всегда исправлял. Костен. Стоит. Это стоит слишком много. Раньше это стоило не так много. Лахен. Смеяться. Я никогда не смеюсь. Раньше я часто смеялся. Лауфен. Бегать. Я сбегусь. Я сбегаю в пекарню. Кстати, часто используется как глагол геен. Просто сбегаю. Не факт, что я побегу, но схожу. Я быстренько сбегал в пекарню. Жить. Я живу в Германии. Я долго жил в Германии. И мы сейчас находимся примерно по середине списка, поэтому у нас есть повод сделать небольшую паузу и перевести дух. Итак, что бы я хотел сказать. Меня часто спрашивают, как можно облагорить меня за мою работу. И есть два варианта. Первый самый простой. Просто поставьте лайк этому видео, и это уже большая работа. И второй способ, чуть более сложный и полезный. Это отправить донат мне. Теперь это можно сделать с любой карты мира. Внизу вы найдете ссылку на сервис Lava. Просто переходите. И там все на самом деле очень просто. Кроме того, к сегодняшнему видео я подготовлю материалы. Вот, во-первых, PDF-файл, который вы видите на экранах. И плюс MP3-файл, где на несколько групп будут разделены все эти глаголы. Наверное, по 40 штук я сделаю. Где не будет лишних русских слов. А только немецкое предложение, перевод. Немецкое предложение, перевод. Таким образом, вы сможете скачать эти MP3-файлы к себе в машину или просто на телефон в наушнике. И слушать и повторять за мной регулярно. Я сделаю какую-нибудь символическую сумму. И вместо того, чтобы просто отправлять донат, вы можете приобрести эти файлы. И сделать полезное дело и для себя, и для меня. Кроме того, как вы видите, здесь глаголы в основном уровня А1-А2. Как я говорил в самом начале, это уровень выживания. И все, что вам в первую очередь необходимо знать, чтобы более-менее свободно чувствовать себя в Германии. Если вы хотите подобное же видео с глаголами, с примерами, про более высокий уровень, про более сложные глаголы в немецком языке мы можем еще с удовольствием 150 глаголов сделать. Но для этого данное видео должно набрать 5000 лайков. Поэтому не скупитесь, ставим лайк. А сейчас продолжаем. Леген. Класть. Положить. Ich lege das Buch auf den Tisch. Я кладу книгу на стол. Ich habe das Buch auf den Tisch gelegt. Я положил книгу на стол. Lernen. Учиться. Was lernst du heute? Что ты учишь сегодня? Что ты учил вчера? Кстати, именно lernen. Учиться дома, в школе, на курсах. Потому что studieren – это только в университете исключительно учиться. Я эту ошибку часто слышу от учеников, поэтому lernen в основном. Почти всегда мы говорим «я учусь, ich lerne». Lesen. Читать. Ich leze jeden Tag zehn Seiten. Я читаю каждый день десять страниц. Ich habe früher noch öfter gelesen. Я раньше еще чаще читал. Лiegen. Лежать. Ich liege in meinem Bett. Я лежу в моей кровати. Ich habe in meinem Bett gelegen. Я лежал в моей кровати. Lösen. Решать. Ich löse dieses Problem. Я решаю эту проблему. Или решу. В немецком нету совершенного и несовершенного, поэтому в зависимости от контекста можно и так и так переводить. Ich habe dieses Problem schon gelöst. Я уже решил эту проблему. Lügen. Врать. Лгать. Er lügt nini. Он никогда не врет. Früher hat er manchmal gelogen. Раньше он иногда врал. Machen. Делать. Ich mache nichts. Я ничего не делаю. Ich habe gestern nichts gemacht. Я вчера ничего не делал. Meinen. Думать или иметь в виду. Was meinst du? В зависимости от контекста, что думаешь ты или что ты имеешь в виду. Was hast du gemeint? Что ты подумал об этом? Что ты имел в виду? Mieten. Arrendовать. Ich miete diese Wohnung. Ich habe diese Wohnung nicht gemietet. Ich habe diese Wohnung nicht gemietet. Mitnehmen. Brathe собой. Ich nehme dich mit. Я возьму тебя с собой. Ich habe dich mitgenommen. Я взял тебя с собой. Öffnen. Открывать. Ich öffne das Fenster. Я открываю окно. Ich habe das Fenster geöffnet. Я открыл окно. Parken. Parkоваться. Ich parke mein Auto auf dem Parkplatz. Я паркую мою машину на парковке. Ich habe mein Auto auf dem Parkplatz geparkt. Я припарковал мою машину на парковке. Passen. Подходить. Das passt mir nicht. Это мне не подходит. Das hat mir nicht gepasst. Это мне не подошло. Probieren. Probować. Probierst du den Kuchen? Ты попробуешь пирог? Hast du den Kuchen probiert? Ты попробовал пирог? Putsen. Чистить. Мыть, может быть. Wer putzt das Fenster? Кто помоет окно? Wer hat das Fenster geputzt? Кто помыл окно? Rauchen. Kurit. Ich rauche nicht. Ich rauche nicht. Früher habe ich geraucht. Rаньше я kuril. Regnen. Это дословно, если то дождить. Но лучше в примере. Es regnet den ganzen Tag. Дождь идет весь день. Früher hat es den ganzen Tag geregnet. Раньше дождь шел весь день. Немножко странный пример. Лучше скажем gestern hat es den ganzen Tag geregnet. Вчера весь день шел дождь. Reisen. Путешествовать. Ich reise nicht so gerne. Я путешествую не так охотно. Früher bin ich gerne gereist. Раньше с удовольствием путешествовал. Репарieren. Ремонтировать. Ich repariere meinen Laptop. Я ремонтирую мой Note. Ich habe meinen Laptop repariert. Я отремонтировал мой Note. Саган. Сказать. Was sagst du ihr morgen? Что ты ей завтра скажешь? Was hast du ihr gestern gesagt? Что ты ей вчера сказал? Sameln. Собирать. Коллекционировать. Ich samle briefmarken. Я коллекционирую почтовые марки. Früher habe ich nichts gesammelt. Раньше я ничего не собирал, не коллекционировал. Schenken. Darить. Ich schenke dir mein Herz. Я подарю тебе мое сердце. Ich habe dir mein Herz geschenkt. Я подарил тебе мое сердце. Schicken. Посылать. Ich schicke dir einen Brief. Я пошлю тебе письмо. Ich habe dir einen Brief geschickt. Я послал тебе письмо. Schlafen. Спать. Ich schlafe nicht mehr als sechs Stunden. Я сплю не более шести часов. Früher habe ich immer acht Stunden geschlafen. Rаньше я всегда восемь часов спал. Schissen. Стрелять. Или, кстати, забивать еще гол. Müller schießt ein Tor. Müller забивает гол. Müller hat ein Tor geschossen. Müller забил гол. Schmecken. Быть вкусным. Das schmeckt mir gut. Это мне вкусно. Das hat mir gut geschmeckt. Это было для меня мне вкусно. Schneiden. Rezat. Ich schneide das Brot. Ja режu хлеб. Ich habe das Brot geschnitten. Ja poresal хлеб. Schreiben. Pesat. Ich schreibe dir einen Brief. Ich habe dir einen Brief geschrieben. Ja napisal тебе письmo. Schwimmen. Plavat. Ich schwimme jeden Tag. Ich habe jeden Tag geschwommen. Ja plaval каждый день. Кстати, schwimmen – один из совсем немногих глаголов, который можно из-бин, из-haben использовать. То есть можно также сказать ich bin jeden Tag geschwommen. В Германии кто как говорит. Sehen. Видеть, смотреть. Siehst du mich? Ты меня видишь? Hast du mich gesehen? Ты меня видел? Singen. Петь. Ich singe ein schönes Lied. Я пою прекрасную песню. Ich habe ein schönes Lied gesungen. Я пел прекрасную песню. Sitzen. Сидеть. Wo sitzt du? Где ты сидишь? Wo hast du gesessen? Где ты сидел? Кстати, о sitzen мы ТЦТ не читаем. Мы читаем sitzt. То есть sie, sitzt. И в слове, например, jetzt – то же самое по чтению. Spazieren gehen. Гулять. Wir gehen im Park spazieren. Мы гуляем в парке. Wir sind im Park spazieren gegangen. Мы гуляли в парке. Spielen. Играть. Mein Sohn spielt im Garten. Мой сын играет в саду. Mein Sohn hat im Garten gespielt. Мой сын играл в саду. Sprechen. Говорить. Ich spreche den ganzen Tag Deutsch. Я говорю весь день на немецком. Ich habe den ganzen Tag Deutsch gesprochen. Я весь день говорил на немецком. Stehen. Стоять. Wo steht dein gepäck? Где стоит твой багаж? Wo hat dein gepäck gestanden? Или wo ist dein gepäck gestanden? Где стоит твой багаж? Stellen. Ставить. Вohin stellst du die vase? Куда ты ставишь vaso? Вohin hast du die vase gestellt? Куда ты поставил vaso? Sterben. Умирать. Er stirbt nicht. Он не умрет. Er ist nicht gestorben. Он не умер. Stimmen. Быть правильным. Быть верным. Das stimmt doch nicht. Но это же неверно. Неправда. Das hat doch nicht gestimmt. Но это же оказалось неверным. Или, но это же не было правдой. Стören. Мишать. Беспокоить. Du störst mich jetzt. Ты мне сейчас мешаешь. Du hast mich gestern gestört. Ты мне вчера помешал. Streiten. Sporить. Ich streite mit meinem Freund. Ich sporel s meinem Freund. Ich habe mit meinem Freund gestritten. Ich sporel s meinem Freund. Studieren. Учиться. Именно в университете. Ich studiere an der Uni. Ich studiere an der Uni. Ich habe an der Uni studiert. Ich studiere an der Uni. Ich studiere an der Uni. Suchen. Искать. Ich suche einen Parkplatz. Ich habe einen Parkplatz gesucht. Ich iskal parkplatz. Ich suche einen Parkplatz. Tanken. Zapraven. Ich tanke immer an dieser Tankstelle. Ich tanke immer an dieser Tankstelle. Ich tanke immer an dieser Tankstelle. Früher habe ich anderswo getankt. Wir haben unsere T-Shirts getauscht. Wir haben auch an diesem Kurs teilgenommen. Wir haben auch an diesem Kurs teilgenommen. Мы тоже принимали участие в этом Kursе. Telefonieren. Говорить по телефону. Ich telefoniere täglich mit meiner Mutter. Я разговариваю по телефону с моей мамой каждый день. Ежедневно. Früher habe ich selten mit ihr telefoniert. Rаньше я редко с ней разговаривал по телефону. Tragen. Nosig. Was trägst du? Что ты носишь? Was hast du getragen? Что ты носил? Также, что ты нес. Что ты нес, что ты нес. В плане в руках. В обеих значениях используется. Sich treffen. Ich treffe mich mit meinen Freunden. Я встречаюсь с моими друзьями. Ich habe mich mit meinen Freunden getroffen. Я встречался с моими друзьями. Trinken. Пить. Wir trinken beer. Мы пьем пиво. Wir haben beer getrunken. Мы пили пиво. Übernachten. Переночевать. Wir übernachten in diesem Hotel. Мы переночуем в этом отеле. Wir haben in diesem Hotel übernachtet. Мы переночевали в этом отеле. Übersetzen. Переводить. Wir übersetzen den Text. Мы переводим текст. Wir haben gestern den Text übersetzt. Мы вчера переводили текст. Überweisen. Переводить деньги. Ich überweise dir das Geld. Ich переведu тебе деньги. Ich habe dir das Geld überwiesen. Ich перевел тебе деньги. Umsteigen. Пересаживаться с транспорта на транспорт. Wir steigen hier um. Здесь у нас пересадка. Мы пересаживаемся. Wir sind hier umgestiegen. Здесь мы пересели. Sich umziehen. Переодеваться. Wir ziehen uns um. Мы переодеваемся. Wir haben uns umgezogen. Мы переоделись. Unterschreiben. Подписывать. Ich unterschreibe hier unten. Я подписываю. Untersuchung. Untersuchung. Wirat меня уже обследовал. Verdienen. Зарабатывать. Verdienst du gut? Ты зарабатываешь хорошо. Hast du früher gut verdient? Ты раньше хорошо зарабатывал? Vereinbaren. Назначать. Ich vereinbare einen Termin. Я назначаю встречу. Ich habe einen Termin vereinbart. Vergesen. Ich vergesse alle Wörter. Ich habe alle Wörter vergessen. Ich habe alle Wörter vergessen. Verkaufen. Ich verkaufe mein Auto. Ich habe mein Auto verkauft. Ich habe mein Auto verkauft. Verlieren. Wir verlieren das Spiel. Wir haben das Spiel verloren. Wir verlieren die Zeit. Wir verlieren die Zeit. Wir verlieren die Zeit verloren. Wir verlieren die Zeit. Verstehen. Понимать. Ich verstehe dich. Ich habe dich früher nicht verstanden. Ich versuche Deutsch zu sprechen. Ich versuche Deutsch zu sprechen. Ich versuche Deutsch zu sprechen. Vorstellen. Представлять. Ich stelle meine Frau vor. Ich habe meine Frau vorgestellt. Ich представile meine Frau vorgestellt. Ich представile meine Frau vorgestellt. странствовать. Ich wandere nicht so oft. Я не так часто гуляю пешком по лесам, хожу в походы. Früher bin ich öfter gewandert. Раньше я чаще ходил в походы. Вашен, мыть. Ich wache mir die Hände. Я помыл себе руки. Ich habe mir die Hände gewaschen. Я помыл себе руки. Warten, ждать. Ich warte auf meinen Bruder. Я жду моего Brata. Ich habe lange auf meinen Bruder gewartet. Я долго ждал моего Brata. Wechseln, менять. Ich wechsle die Glühbirne. Я меняю лампочку. Ich habe die Glühbirne gewechselt. Я поменял лампочку. Wecken. Будить. Ich wecke meine Kinder. Я божу моих детей. Ich habe meine Kinder geweckt. Я разбудил моих детей. Буду стану. Ich werde alt. Я становлюсь старым. Ich bin schon alt geworden. Я стал старым. Wiederholen. Повторять. Ich wiederhole die Wörter jeden Tag. Я повторяю слова каждый день. Ich habe die Wörter jeden Tag wiederholt. Я повторял слова каждый день. Wissen, знать. Ich weiß es nicht. Я этого не знаю. Ich habe es nicht gewusst. Я этого не знал. Wohnen, жить. Ich wohne in dieser Wohnung. Я живу в этой квартире. Ich habe früher in einem Haus gewohnt. Rаньше я жил в доме. Wünschen, желать. Was wünschst du dir? Что ты себе желаешь? Was hast du dir gewünscht? Что ты себе пожелал? Zahlen. Платить. Ich zahle für die Wohnung. Я плачу за квартиру. Ich habe für die Wohnung gezahlt. Я заплатил или платил за квартиру. Zeigen, показывать. Ich zeige dir mein Leben. Я покажу тебе свою жизнь. Ich habe dir mein Leben gezeigt. Я показал тебе мою жизнь. Zuhören. И вот это как раз слушать. Warum hörst du mir nicht zu? Почему ты меня не слушаешь? Warum hast du mir nicht zugehört? Почему ты меня не слушал? Zumachen. Закрывать. Ich mache die Tür zu. Я закрываю дверь. Ich habe die Tür zugemacht. Я закрыл дверь. Повторюсь, чтобы получить настоящую пользу от этого урока, вам необходимо смотреть его много раз и повторять, добиваться такого результата, чтобы вы могли так же спокойно, как и я, повторять за мной и полностью понимать, что вы говорите. На этом на сегодня все. Пока. Пока.